МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что на момент знакомства с Мариной Андрею было всего 13 лет, его не смутила разница в возрасте, и он забрал любимую жить к себе и назвал своей женой. Я спросила, сколько ему лет, он сказал 22. Ну, а я сказала, он мне 25. Друг друга немножко надурили. За несколько лет совместной жизни у влюбленных родились двое детей, дочь Валерия и сын Александр. Но счастье молодой семьи разрушили социальные работники. Они забрали детей из дома и обвинили Марину в растлении малолетнего. Это моя жизнь. Я что хочу, то и делаю. Я ее полюбил, я ничего не могу сделать. Сегодня мы попытаемся понять, кто виноват в том, что 13-летний подросток променял беззаботное детство на семейную жизнь, и почему 38-летняя женщина выбрала себе мужа, который годится ей в сыновья. В сыновья годится тема эфира сегодня Андрей Джанзаков, 15-летний муж сегодня в нашей студии. Здравствуй. Здрасте. Слушай, ну, понятно, что сейчас публика шокирована, и тем мнением, мне кажется, интересно все-таки узнать, как вы познакомились. Ну, я сначала с ее племянником познакомился, потом, как бы, я через какое-то время взял у него номер, ее, вот. Ну, и позвонил ей, говорю, там, замужем, она говорит, нет. Ну, и начал с ней общаться, говорю, где ты там работаешь, чем занимаешься, вот. Она говорит, ну, я в клубе работаю там дисковым, вот. Потом я какое-то время ей там на телефон деньги вложил там, ну, мне надоело, чтобы так с ней по телефону общаться. Я начал ей, как бы, говорю, приезжай ко мне в гости, ну, домой. Я ее встретил на ЖД вокзале, вот. Привез домой ее. Потом, ну, как бы, племянник ее приехал, говорит, давай ко мне, вот. Я говорю, Леша, давай не будем, говорю, она у меня остается. И в первый же день, как бы, моему брату она понравилась. Вот. Мой брат, как бы, от этого ничего не говорил, то, что там. Андрей, я извиняюсь, а брат, надеюсь, не младший? Моему брату 25 лет. А, ну, слава богу. Угу. Вот. И, как бы, маме она поначалу тоже понравилась. А маме ты что сказал, кто она? Жена. Сразу. Ты видишь ее первую минуту. Да, я сразу сказал маме, то, что это моя жена будет. Буду. Ну, сейчас, секунду, прости, пожалуйста. Смотри, ну, тебе 13 лет, ты ходишь в школу, да, и вдруг приходишь и говоришь, это моя жена. Ну, то есть, ну, я еще понимаю, знаешь, сказал, там, ну, познакомился, хочу, да, я хозяин семьи, тут, да, папы нет, как я понимаю. Да. Папы нет, я тут хозяин, да, я мужское плечо, и я сказал, так будет. Понятно, ладно, все на твоих плечах держится, мама боится тебя перечить, еще понимаю, но так, в первую секунду она моя жена, ну, как-то это... Ну, я, прежде чем мне жениться, я подумал, как бы обдумал это все. Я не захотел с молодыми девчонками гулять, и потому что каждой девушке молодой требуются деньги от пацана. То есть, с Мариной было по-другому? Да. С Мариной было сразу, понятно? Ну, я себе такую же нашел, которую я, я бедный, я, она бедная, у нее родителей нету. Ты разговаривался не только по телефону, ты не видел, как она выглядит? Да. И когда, вот, хочу, чтобы ты вспомнил ту минуту, когда ты встречаешь ее на железнодорожном вокзале, она приехала к тебе? Да, я... Ты живешь в городе? Да, она мне сразу понравилась, вот. Сразу понравилась, я ее сразу домой забрал, вот. Давай посмотрим, что ты рассказываешь у костра, внимание. Ты моей была и будешь, я тебя никому не отдам, что бы ты ни делал, я тебя не отдам, не отдам и все, хочу бей, не отдам. Ты мне нужна для моей жизни, будущей. Я тебя любил и любить буду, пока не умру. Ты самая красивая девушка. Да. Ты у меня вторая мама. Я не знаю, для кого, но для меня она красивая. Я тебе это несколько раз говорил. То, что ты мне нужна для будущего и для всего остального. Даже если и разойдемся, я не дам тебе житья, пойми. Понимаешь? Не дам. Нет, я вообще просто сказал, что если она захочет даже уйти, вот, то я и как бы буду до старости один жить. А как твои друзья отреагировали? Как они? Вот ты общался в кругу своих верст. Я из-за нее от друзей отказался. Я сразу выбрал для себя семью. Потому что что, они хотели, чтобы ты с ней встречался? Да. А она была замужем? Как у нее вообще до тебя было? Как бы не очень. То есть ты не спрашиваешь ее и, скажем так, не лезешь в душу, расспрашиваешь, что было до тебя? Ну да. Мне, ей не хочется, чтобы она воспоминала это. Давайте посмотрим еще на ваши отношения. Просто в тот день я с ума сошел. Просто не мог удержаться. Бешеная страсть Андрюшу захватила, да. Это так. Свечей не было. Какие свечи? Стол был накрытый дома уже. Стол накрыли, выпили, закусили, и все. Бутерной водкой захватили, и все. Это я накинулся. На нее. Она тут не виновата. Поначалу сопротивлялась, конечно. Да как вот сопротивлялась. Все прекрасно очень было. И это длилось очень долго, дней пять или шесть. А то сколько длилось? Много? Очень долго. Очень долго длилось ночами. Без принуждений, конечно. Ночь любви была. И было все нормально. Говорит, это же понравилось. Очень. Ей очень даже понравилось. Я считаю, что она его просто приворожила. Потому что любой мужчина, глядя на такую женщину, просто в шоке будет. Вы не понимаете, вы опьянены этой любовью какими-то чарами. Это нереально. По-моему, она опьянена больше, чем в шоке. А вы видите здесь приворот или гипноз? Вы знаете, настолько необычно то, что я сейчас увидела. Это удивительно. Я не поняла. Это вторая у вас получается любовь, да? У меня? Да, это первая любовь или вторая? Это первая девушка. Это женщина до вас была? Она была первой у вас или еще до этого кто-то был? Первая. Она первая ваша любовь. Первая любовь Андрея. Она уже первая любовь. То есть вы увидели и все. И поняли, что это ваше. От начала и до конца. Больше другой никакой вам не нужно. Нет. Но их отношения удивительны. Посмотрите, как искренне и как трогательно Андрей рассказывает, а еще больше доказывает свою любовь. Внимание. Вот постоянно я вот так вот сажусь и чухаю ей ножки. Ей это очень-очень нравится, когда я ей чешу ноги. Я ей не отказываю ни в чем. И чай подают в постель. И кушать подают мне в постель. Я уже знаю ее места. Когда ноги почешу, она просит спинку. Это подвивчиком ей надо почесать. Она почти вся больная. Ноги болят. Все болит. Ну, это как бы раздражение отливчика. Она его сильно стягивает. Ей нравится, когда плотно. А ей получается это раздражение. Вот и приходится ей чухать. Тебе в толстую косую или в тонкую? Толстую. Блин. Да мне не нравится дюжи. Да не трепай. Да не трепаю я тебя. Не трепай. Мне до того, так нравится этот волос. Я не знаю. Мне постоянно хочется в нем возить. Вот. Я люблю этот волос. Мне он нравится. И моей дочке. Она хотела его обрезать. Отец сказал, обрежешь, я разведусь. Нормально? Да. Нормально. Ир, ну у вас такие же длинные волосы, да? Любая женщина мечтает, чтобы мужчина ей плел косы, да? Чухал, массажировал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андрей, если мы говорим о зрелой женщине, действительно, женщина об этом мечтает, только она мечтает о зрелом мужчине. Здесь совершенно очевидно, что... Ну, а зрелый мужчина 60 плюс у нас, у каждого же разные взгляды на жизнь. Вот вы мечтаете, просто раз длинные волосы, черные, мы говорим, вот, да, про вас. Вы, глядя на это, верите в чувства в Андрея и Марины? Ну, в этом, может быть, существует какая-то романтика у них в своем роде, но в любом случае изначально я не могу воспринять вот эту ситуацию никаким образом. Это абсолютно два разных человека, которые... Ну, это несовместимость, это невозможно, в принципе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, может, с противоположностей сходятся. Давайте пригласим в нашу студию любимую женщину Андрея, она сегодня тоже приехала. Встречаем Марину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марин, пожалуйста, секунду. Марин, мне сказали, что вы за кулисами плакали. Почему? Ну, не знаю, первый раз страшно просто как бы. В Москве первый раз в студии, страшно очень. Ну, что страшно, с таким парнем, который за вас и в огоне в воду? Да, с ним я ничего не боюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И все-таки расскажите, как вы решились после пяти дней телефонного общения сесть на поезд и приехать к Андрею? Вы знаете, у меня душа тянула. Как бы мне кто-то подсказал, что это моя судьба, я ее долго искала. Что это мой человек. Когда я ей сказал, чтобы она приехала, я ей сразу сказал, что я на ней женюсь. Вот. И она приехала. А ты ей сказал тебе сколько лет? Я сказал 21. Ага. А вы по голосу не слышали и поверили, что ему 21? Ну, каково она меня ж не видела, а каково я ее не видел. Вот. Она сказала, что ей 25. Ага. Итак, вы приезжаете. Но я понимаю, что ладно, волнение, встреча на вокзале с Андреем. Но я думаю, что еще больше волнения, когда он ведет вас в дом, правильно? Потому что вы, наверное, не ожидали, что он сразу приведет вас в семью, к маме. Вот, здрасте, тут все будем... Ну, да, нет, он как бы по телефону мне сказал, что я с мамой разговаривала с его по телефону уже. Общалась, вот. Ну, я ехала как бы без страха. Я уже знала, что мама его у меня ждет. Вы по телефону, Марина, разговаривали с его мамой. Да. И сомнений в возрасте не вызвало никаких? Да, нет. Вы хотите сказать, что вот сейчас парень сидит и выглядит на 15 лет. Вы хотите сказать, что когда вы приехали к 13-летнему мальчику, вы не смогли определить, где 21 год, а где 13? Вот именно не смогла. Не смогли, да? Ему все дают. Вот это вы следуете. Потому что любовь, любовь застилает глаза. И Андрей сам рассказывает о том, как он вспоминает этот день и за что он полюбил Марину. Внимание. Вот как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивые ножки. У нее глаза красивые. Глаза, губы красивые. Она действительно вот красивая. Есть что полюбить. Когда меня отсылают, я теряюсь просто. Андрей, я тяжелый. Андрей, что ты делаешь? Я ее носил и буду носить. Я тебя очень люблю. И я тебя очень. Все таки. Диль, ну вы! Я им верю. И чувствам этого парня верю. Он выглядит, кстати, старше своих лет. И вот этот играть невозможно. И зачем ему это играть? Вот это, ну, невозможно. Став, а ты веришь Андрею в его чувства? Вы знаете, я думаю, парень просто дорвался. Он созрел, да? Начинает потихоньку превращаться в мужчину. И дорвался. Это первая его девушка. И он получает удовлетворение сексуальное. И удовлетворение от этой жизни. Вот. А касаемо отношений, нет. Я считаю, что это полная чушь. Мне сейчас... То есть это страсть. Это страсть. Перед нами явный подросток. Влюбленный подросток. Да, я верю в то, что мальчик влюблен. Хотите, я сейчас всю вашу романтику развею моментально? Ответь. Вся романтика в том, что у них двое детей. Двое детей. Я понимаю. Я понимаю. Прости, что, двое детей. Мальчик и девочка. Правильно? Сколько им? Девочке годик. Мальчику два месяца. Годик. И девочку назвали вы? Валерия. Почему? В честь певицы. В честь певицы Валерии. Да. А мальчика в честь... В честь друга. В честь друга. Понятно. Которого больше нет. Итак, двое детей. Двое детей у пары, да? Двое детей. Я все понимаю. Но на секундочку. Представьте, что вместо него сидит девочка, а вместо нее сидит мужчина. Не надо представлять. И вы сразу же... Подслушайте меня, педофилия это есть педофилия. Давайте говорить прямо. Это другая сторона вопроса. От смены полов суть уголовного преступления и недопустимости таких отношений не меняется. У нас абсолютный тотальный запрет в уголовном кодексе на половые контакты с несовершеннолетним лицом, недостигшим 16 лет. Который постоянно нарушается. В этом смысле нарушается. Семья нарушается. Нет. Просто мы должны... Но он говорит, что он сам его нарушил. Все равно она подлежит уголовной ответственности. Это один момент. С другой стороны, семейный кодекс у нас разрешает согласие органов местного самоуправления при наличии уважительных причин заключать браки с лицами, достигшими 14 лет. Понимаете, какая карьера? Скажи мне, а вы расписались или нет? Ему уже 15. Но вы, ты хотел бы расписаться с Мариной? С 16 лет. Ну начали с 13. То есть вы ждете еще год, чтобы зарегистрировать свои отношения? Кого года не надо. В Московской области с 15 лет можно регистрировать браки. То есть они могут сейчас в Московской области после эфира отправиться регистрировать. Но при этом, при этом, в идеале должна разворачиваться ситуация. Сначала в ЗАГС расписались, после этого в суд и возбудили уголовное дело и привлекли к уголовной ответственности. Вот так в России должно быть. Вы боитесь уголовной ответственности, Марина, за совращение малолетнего? Но не по обоюдному согласию. Даже по обоюдному. Хотя я по согласию. Если бы не было обоюдного, это было бы изнасилование. А вот если по обоюдному... Ты сможешь жить без Марины, скажи мне, если Марину посадят? Нет, конечно. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе появится сестра Марина Екатерина, которая готова рассказать шокирующие вещи, что у Марины пятеро детей, и в ее жизни было больше десяти гражданских мужчин. Спасная реклама. Посмотрите «Пусть говорят» в программе сегодня. Сыновья, годится. Это семейная пара из города Шахты, Ростовской области. 38-летняя Марина Гуденко и 15-летний Андрей Жанзаков. Вот уже два года они пытаются стоять право на личное счастье. Как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивые ножки. У нее глаза красивые. Несмотря на то, что на момент знакомства с Мариной Андрею было всего 13 лет, его не смутила разница в возрасте. И он забрал любимую жить к себе и назвал своей женой. Я спросил, сколько ему лет. Он сказал 22. А я сказала мне 25. Друг друга немножко надурили. За несколько лет совместной жизни у влюбленных родились двое детей. Дочь Валерия и сын Александр. Но счастье молодой семьи разрушили социальные работники. Они забрали детей из дома и обвинили Марину в растлении малолетнего. Это моя жизнь. Я что хочу, то и делаю. Я ее полюбил, я ничего не могу сделать. Давайте сейчас пригласим в эту студию родную сестру Марины Екатерину. Почему она считает, что поведение сестры недостойно? Встречаем Катю. Здравствуйте всем. Уважаемая аудитория, все это напрасно. Что она говорит, это все напрасно. В школу она ходила, в школу, короче, мама моя была живая. Она в школу посещала. Раз в полгода. Учиться она не хотела. Она мне родная, по матери. Отцы у нас совершенно разные. У нее отец был дебил. У меня семья не голодная, не раздетая. Все, что было у меня, я делилась с ней. Это уходило в левую сторону одежда, одеялы, под одеяльники, покрывало. Все уходило. Прима, пиво, водка. То есть она выпивает, Марина? Андрюша, не то слово. Не, ну а как Андрей? Что, Марина выпивает, скажи мне? Я сейчас расскажу, Андрюша, всю правду. Всю правду я вам расскажу. 31 декабря 2010 года. Еду я к ней в гости. У нас своя машина. Едем туда. Да я говорю, поедем, пригласим сестричку мою. Да пускай она погуляет. Что-то может. Я посмотрю, может какая-то бедность давит ее. Я в роскоши. Она, может, куска хлеба нет у нее. Я открыто вам говорю, вот перед Богом говорю открыто. Ну, Новый год вместе, родственные связи. Все, я открыто, мне скрывать здесь нечего. Вот. Приезжает, приезжает. Как глянула. Мама, милая моя. Я говорю, откуда ты, где ты? В войну такая не была, говорю. В войну люди чистые ходили. Тогда я говорю, она говорит, нет у меня переодеться. Нет у тебя там лифчика плавки. Я так посмотрю, ты откуда ворвалась? Говорю, ты же, у тебя дом есть или где ты есть? Я честно достаю новые плавки, новые лифчики, новую одежду. Даю, переодевайся. Мимо того, что дети. Как глянула, здесь у нее сын старший. На проволоке застегнутые брюки, джинсы. Девочка эта. Как сын старший? Подожди секунду, у нее Валерия, она сказала, и двухмесячный Андрей. Какой? Не верьте, вы верьте мне. Сын старший, 19 лет. Ты что обманываешь? Леши нету тебя? Ты что обманываешь? Леша есть. Ты что обманываешь всех? Ты почему зрителей обманываешь? Нет, ты скажи, Леша есть у тебя. Почему ты приехала, обманываешь всех зрителей? Не верьте, Леша в семье. Есть или нету, скажите, Марина. Леша есть у вас? А что она обманывает? Она правду говорит. Что есть сын Леши, 19 лет. Да, у меня есть сын, 18 лет. Еще кто есть. А что она обманывает? Где обманывает? Сейчас, секунду. Сын 19 лет. Ты знал про сына? Да. Так он старше тебя, получается. Старше его. Старше. Кристина, воспитываю девочку эту, и я. Кристина какая? Дочь? Дочь ее. Сколько лет? 15 лет. Ты знал про Кристину? Да. Почему вы воспитываете Кристину? Я сейчас все расскажу. Короче, приезжают они ее дети. Все в шах. Все ползают в ши. Не так, я скажу. Нет. В ши не было? Ты против меня вообще приехала. Почему я детей вывел? Ты против меня приехала. Я вот перед всем говорю. Я держала 18... Я жила в достатке. 18 коров держала, 12 свиней держала. Курей утей, это я не знала счету. Коровы заходят во двор и давят прям утей. Их я пригласила. Я тогда как глянула эти вши. Вот, я их в сарай поперла, всех детей. Я говорю, одевай, переодевайтесь. Это там вши. Все, пакет. Сколько детей всего? Сейчас я скажу, я вам... Почему вы отпустили Кристину, если... Зачем вы отдали Кристину? Я попросила. Поверьте мне, я даже не знала. Может, там детей, как утей ваших заходят. Леша, Кристина, Дима, Наташа и Зида. Дима, Наташа? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А они где, Андрей? Где дом они? Она лишена материнских прав. Эти дети одного отца? От одного? Нет, не от одного, разные. А, подожди, мы не считаем детей от Андрея. Не надо вычисняться. Все, что есть, то я говорю. Что ты говоришь? Походу, свечку держала. Ты что говоришь-то, а? Я еще хочу вам что сказать. Да ладно, Мария, иметь детей не преступление. Нормально, чего вы расстраиваете? Нет, не надо. Хорошо, много детей это хорошо. Уже расслабаривала. Так сколько всего детей? Пятеро. Пятеро? Да, да. Но не считая Андрюшкиных? А, припограбляем. Не считая. А, семеро? Семеро. Я... Вы Андрею рассказывали все про сестру? Предупреждали его? А он все знает, он всех знает. Абсолютно. Он знает. Андрей, это же не взрослый мужчина. Тогда он что так влюблен в Марину, что зная, что у нее такое количество детей, такая бурная жизнь, все равно ее любит? Сейчас я скажу все. Я вам расскажу. Что ты расскажешь? Я... Что ты расскажешь? Ты поговорила? Ну дай мне, пожалуйста, сказать. Что? Что тебе сказать? Не надо мне затыкать, не нужно. Что ты? Я скажу... Да Мария, это хорошо, что у вас дети. Что вы пусть рассказываете? Подожди. Ну, есть дети, есть. Слава богу. Дети? Это, что у тебя дети есть. Есть. А почему ты не говоришь? Так у меня же еще не страшно. Почему ты не говоришь, что у тебя лишена, ты прав. Хорошо, хочу спросить, где эти пятеро детей, Кристина, как я понимаю, у вас? Да. А остальные где? В интернате. Кристину она тогда возьмет через мой труп. А почему в интернате, когда, я понимаю, что вы вдвоем, вы могли бы кого-то взять и хотя бы кого-то воспитывать, поднимать? Да, могли, но у нас, каково я так живу, мне не отдают их. Не отдают? Да, в каких условиях я живу. А ваши общие дети, где сейчас ваши общие дети? В больнице. В больнице? В больнице, да. Почему забрали? Потому что тоже считают, что они вовши и плохо выглядят? Или почему? Нет, у меня постоянно врач был, у меня постоянно присматривалась под врачами, за меня врачи ничего не могут сказать. У меня соседи постоянно чистенько, все было аккуратненько. Нет, а детей забрали, какого у меня документов нет, я еще не сделала паспорт. Давайте послушаем, что произошло в вашей жизни и почему детей забрали. Внимание. Вот здесь вот я вышла с дома утром, расстелила сюда матрасы, одеяло. Вот на этом месте я родила Александра и Максима. Один мертвый был, один живой. Мы перепугались очень. Я была в шоке, я не понимала ничего. И Андрей говорит, что делать будем Марина, закапывать его, говорит. Решили, а потом сказали, что выкопаем на кладбище возле Андреева отца, похороним его. Андрей, мы еще мечтали. Говорит, дочка есть, сыта Марина. Оказывается, я два сразу. Он обрадовался. Тебе, говорит, девочка, а мне, говорит, мои два сына. Я очень хотела, чтобы они бегали, обои живые возле меня. Я не убивала ребенка. Просто он сам мертвый родился. Я бы никогда этого не сделала. То есть у вас родилось двое детей, один живой, один мертвый. Да, у меня два нята родились. И только после того, как соседи, скажем так, там, подсмотрели, да, что выражали во дворе, они обратились в милицию, и вся эта история стала... А вы что, закопали его, что ли? И все-таки скажите мне, почему, как вы считаете? Ну вот, с одной стороны, да, такие искренние чувства. Но если мальчишка в 13 лет знает, какая бурная жизнь была у его девушки. Поверьте, Андрюша, я что хочу сказать, это... Нездравым умом. То есть приворожила или что? Он должен... Она, вот ей 38 лет, она должна своих лет искать мужчину. Или пусташек. Но не с ребенком жить, вы поймите правильно. Смотрите, но ребенок не первый. Чем мужиков к ней тянет? Вы же говорите, у нее каждый отец, каждый раз новый отец детей. Я не знаю, вы поверьте мне, я счету сбилась. Что в ней такого, что мужики на нее... Ну нет, я даже не знаю, что она там делает. Или лижет языком, или что. Я не пойму, я одно. Если бы так было все просто... Поверьте мне, я не знаю. Если бы так было просто все... Степан, но ты прошел такую школу жизни. Ты можешь открыть секрет Марины, скажем так, уже пройдя в виде всех участников всех проектов реалити-шоу? Ну не всех еще. Ну хорошо, еще не всех, но... Ну конечно, я открою вам сейчас тайну. Вот тут собрался полный зал вообще завистников и сплетников, которые завидуют. К счастью, к счастью, ребят. Как раз такой момент уникальный вообще. Его надо записать в историю, что... Что... Я объясню, дайте мне сказать, я скажу. Когда педофилия плавно перетекает в геронтофилию. Но не в этом дело. Андрей, ты вообще понимаешь, на что ты обрекаешь себя вот в своей личной жизни? Она, это уже пройденный этап. Пять детей, которые отданы просто так. Двое твоих. Один похоронен в земле. Вы вошли в такой грех оба. Это от лукавого. Это не любовь. Побойтесь Бога. Оба, а ты подумай. Так, дай мне момент. Андрей никого не слышит. Он ничего не воспринимает. Как бы мы сейчас, что бы мы ни говорили, он не слышит нас. Даже не хочет услышать. Я еще раз подчеркиваю. Когда мы перешли детский возраст, потом подростковый, парень, обычно у нас как дети? Говорят, я уже взрослый. В подростковом возрасте мы говорим, я уже взрослый. То есть, я взрослый, я имею право на все, но никакие обязанности я не несу. Потому что это подросток, он только считает, что он имеет право. А насчет обязанности он не понимает. Сейчас, как бы мы что ни говорили, Андрей в том подростковом возрасте, как бы, даже он отец, но он подросток отец. Но она не подростковым. Почему она не заботится о детях? Подождите, подождите. Давайте пригласим в эту студию дочь Марины, Кристину. Она хочет спросить маму, почему она променяла ее на 13-летнего подростка. Встречаем Кристину. Кристин, почему ты не живешь с мамой и с Андреем? Какая-то мама, Андрей, это чушь какая-то. Это мама, мама та, которая должна вырастить. Вот моя мама сидит, вот. Никакую родила Андрею, которая воспитала. А это я не знаю, это хабача. Это проститутка, извините. Малышка, малышка, ты сейчас, если бы не родила тебя, Марина, ты бы сидела здесь и не вякала. Послушайте. Хорошо. В каком возрасте тетя Катя забрала тебя к себе? Мне было сколько лет? 11 год. И ты что, не могла уже жить с мамой, это был кошмар? Это кошмар, что она вытворяла со мной, это никто не знает. Что она вытворяла? Меня насилование приводило ко мне, ребят, чтобы меня насиловали, что у меня деньги получало. Ты что, маныш, Кристина? Андрюша, извините, пожалуйста. Вот он, он сидит. Кто? Ты что, мамышка, ты что так прострапалила? Ты что делаешь? Поверьте мне. Это вы насиловали Кристину? Не, не насиловала. Деньги брала. Кому я еду? Это все брело. Это неправильно? Кому я прошу вам? Ты что? Я, вот, тихо. Вот этот человек, Константин, ее является мужем. От нее двое детей у них совместных в детдоме. Так, подожди секунду. Ты знал про существование Кости? То есть он официальный муж Марины? Все, официальный муж, он не в браке только, сожитель. Двое детей имеют Диму и Наташу в детдоме. Раз. Во-вторых, то, что этот, она ушла не знаю куда, он насиловал с 9 лет эту девочку. Когда мне соседи сказали, это не так радо. Слушай, ну это криминал, нужно срочно сажать таких людей. Как они ходят? Я прошу вас всех, умоляю, только сажать его. Вы же занимаетесь в питании. Все. Я что хочу одну сказать. Когда я приехала, я говорю, где Костя? Мне надо побеседовать. Еще там Азербайджан был. Правильно, Марина? А что в полицию не обращались? В органы опеки? Я еще сейчас скажу вам это. Я не знаю, этот ребенок лишен материнской праве или нет. Я точно не знаю. Я боялась за ребенка. Я достигала до тех пор, я ночью плакала, чтоб от меня ребенка не забрали. Я боялась, я человек больной. Я говорю, она не хочет. Это правильно. А его, его почему не взяли? Ты пыталась как-то сообщить в милицию? Куда ты что? Я говорила, не знали об этом все. Она с ними спала, Андрей. Она спала с ними, жила. И с теми, с теми. То есть она со всеми там спала? Да она со всеми спала. Рот свой закрой. С кем я спала, а? Ты рот не затыкаешь. Закрой рот свой, тебе никто не давал. А ты что? А ты что? Ну помочи. Скажи мне, а как ты считаешь, почему она... Ты тварь, ты тварь. Пускай я тварь. Помимо дитя против, закрой рот, Кристина свой. Шалама, рот закрой. Закрой рот свой. Скажи мне, а все-таки, как ты считаешь, почему твой ровесник стал и влюбился в твою маму? Я не знаю, Андрей. Я не знаю просто. Я в ужасе. То есть тетя тебя забирает, и что? И она... Ты когда узнала, что она живет с Андреем? А зачем она жила? Жила, пускай живет дальше. А то, что первый раз она жила с 12 лет до 17, до 13. Андрей, ты понимаешь, что это такое? Там люди даже могут подтвердить, это как она жила. Мне подсказывают, мы вынуждены прерваться на рекламу. Несколько минут перерыва, и в этой студии мама Андрея. Как она приняла Марину, которая появилась на пороге их дома. Сразу после рекламы. Спасибо, что не переключаете. Следующая тема программы сегодня в сыновья годится. Это семейная пара из города Шахты, Ростовской области. 38-летняя Марина Буденко и 15-летний Андрей Жанзаков. Вот уже два года они пытаются стоять право на личное счастье. Как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивые ножки. В ней глаза красивые. Несмотря на то, что на момент знакомства с Мариной Андрею было всего 13 лет, его не смутила разница в возрасте. И он забрал любимую жить к себе и назвал своей женой. Я спросил, сколько ему лет. Он сказал 22. А я сказала мне 25. Друг друга немножко надурили. За несколько лет совместной жизни у влюблённых родились двое детей. Дочь Валерия и сын Александр. Но счастье молодой семьи разрушили социальные работники. Они забрали детей из дома и обвинили Марину в растлении малолетнего. Это моя жизнь. Я что хочу, то и делаю. Я её полюбил, я ничего не могу сделать. Даже во время рекламы студия не может успокоиться, обсуждая любовь 15-летнего подростка и 38-летней женщины. Сейчас в этой студии появится мама Андрея, Нина Григорьевна. Как она отреагировала на появление в своей семье такой взрослой, опытной женщины? Ты против? Её настраполило, дитя. Ничего. Иду, 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 иду. Иду, 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 иду. Нина Григорьевна, здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте, здравствуйте всем. Скажите, вы знали, кого в дом привёл Андрей? Мать пятерых детей, которая спит со всем посёлком, как утверждает её дочь. Не знаю, я хотела бы её забрать. Кого? Унучку, Кристину, хочу забирать. Что ты плетёшь, Нина, как? Что ты всё плетёшь? Какую Кристину? Какую Кристину ты забираешь? Чё ты чёшь плетёшь? Вот эту забышь? Я через мой труп только ты возьмёшь. Как только я прошёл? Я тяну ноги нахуй по твоему баню. Нет, подожди секунду, про Кристину, ладно, можно ещё делать отдельную программу. Марина вас устраивает, как будущая супруга вашего сына? Она ни разу не была Кристиной в её доме. Конечно, но они живут вместе, как я буду теперь отбивать? Ну у неё пятеро детей и муж, вот ещё парень, с которым она живёт, говорят, время от времени. Вы Костю видели? Костя тоже её муж. Костя тоже гражданский муж? Нет. Я не муж. Как нет? Чё ты отказываешься? Он ещё не отказывался? На Костю неплохо бы наручники одеть после передачи, если он... Уважаемый муж, я скажу о тебе. Подождите, я вам скажу. Вот я вам скажу. Хорошо, Марина устраивает, но вас устраивает, что сын не ходит в школу, что сын не был в школе, с какого класса, там, с шестого или с пятого, не перестал ходить? Ну, не знаю, я переживала за ним, чтобы он учился, но теперь он не будет же учиться. Почему он не будет учиться? Ну, потому что он же семьянин, как же он будет учиться? Перед нами сидят две мамы, уникальнейшие просто мамы. Одна мама считает, что её сын счастлив, потому что он уже семьянин, а вторая просто рожает и не думает о том, как воспитывать этих детей. Но главный вопрос, когда ребёнок не ходит в школу, с четвёртого класса, а что школа, как она реагирует? Давайте послушаем учительницу Андрея, внимание. Я его лично не видела, мне нравилось. Я же говорю, то есть я никогда не каплю, я сколько, что бы я ни принимала, мне не знакомо. Одноклассники знают, потому что, ну, как знают, знают, что у них есть в классе джинзаков. Кто-то когда-то видел в первом классе, потом девочка мне учится. Вот она слышала, что там просто бабушка занимается коровами, и вроде бы где-то на каком-то пастбище видела Андрея. Перешёл в пятый класс. Пятый класс вот теперь оставили на второй год. А как дальше, я не знаю. Сестра Андрея... Посмотри, какая симпатичная учительница у тебя, если бы ты ходил в школу. Ира, и всё-таки, школа вообще не реагирует. Просто непонятная ситуация. А вот в отношении вот этой дамы я хотела сказать, что женщина любовь с похотью перепутала. И ребёнок, к сожалению, он не может в силу возраста осознавать характер и последствия совершаемых с ним действий. И он попал в психологическую зависимость вот этой женщины, которая совершила с ним преступление. Преступление заключается в сексуальном раздражении и эксплуатации этого ребёнка. И вы понесёте за это ответственность. Это совершенно точно. Вы знаете... Давайте посмотрим, что говорят соседи. Внимание! Какая нам может быть радость? Ей 40 лет, а ему 15 лет, пацану. Радость там какая. Ну, какую вот радость проносят артисты вот на 40 лет женятся там? И за что они женятся? Ну, там хоть стимул какой-то есть. А тут какой стимул? Сынул-вынул и бежать. Может, у них вообще-то и по пьяни, может, это ещё произошло. Кто знает, что там было. Ну, для нас это всё дикое, естественно. А у цыганей, я же говорю, я же не знаю, какие законы у них там. Ну, если 40 лет и 16 лет, есть же разница. Наверняка испортила. Она уже женщина в возрасте. Вот это она ему лапши понавешала, вот и всё. И что там нет. Если, конечно, его не посадят, если не посадят, то и путёвого ничего не будет. Потому что он уже, упущение у него есть. Воспитание-то какого-то. Воспитания у него никакого. Мать сама такая, что ничего хорошего-то. Галь, ну вы что скажете? Скажите, пожалуйста. А вот что, вы действительно, вы цыганка? Я метиска. Вы цыганка? Метиска. Метиска. А кто у вас был цыган? Папа. Папа? А папа с вами жил? Да. А мама цыганка? Андрюша мама цыганка? Да. Андрюша это мама цыганка? Да. То есть вы цыганка, да? А живут, показывают этот двор и показывают этот дом. Это что? Это ваш? Это чей? Это чей дом? Это хозяйкин дом. Квартира. Квартира стоит. Это вы снимаете, что ли? Не похоже, что мама Андрея цыганка. Не похоже, чтобы это был цыганский двор, чтобы это была цыганская семья. Мама, а не жену. Потому что цыгане всегда живут, то очень зажиточно. И своих детей никогда никому не забирать. Даже слышали такое поверье. Что детей, наоборот, цыгане крадут. Это не зря даже есть такое поверье. Хотя это абсолютно неправда. Потому что всегда... Украсть у них детей, вам. Уже государство украло. Вы знаете, а тут возникает вопрос, кто больше виноват? Мама или женщина, которая вот совратила... Давайте спросим об этом соседку, которая тоже приехала на эту программу. Ираина Ивановна Царева. Что скажет она об этой необычной паре? Здравствуйте. Подвиньтесь. 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 Марина, ты Марина. Как тебе не стыдно. Я тебя предупреждала, что это будет. К ребенку привязалась. Я позорила Андрюшу. Он хороший мальчик. Он работящий. Что бы ни сказал ему, он всегда помогал всем. Но он выглядит действительно хорошим. Я говорю, Андрюше только закончить 10 классов и что-то закончить у Андрюши жизнь бы... Мы его заставить не могли. У него есть мама, чтобы она его заставляла работать. Он сам шел, коров пас, дрова рубил, забор строил. Ну, конечно, один строил, а второй разбирали и топили, потому что печку надо чем-то топить. Ирина Ивановна, вы все-таки присаживайтесь на центральный диван. Скажите, а вы когда первый раз увидели Марину? Да я в ужасе была. И что? И вы пытались с Андреем поговорить, сказать, Андрюш, ну ты же как... Конечно, говорила. А он? А Андрюша, что ж ты делаешь, а? Пожилая женщина, и ты с ней будешь жить. Он хороший парень. Это правда, что вы увидели, как Марина закапывает своего ребенка... Я видела утром, рано вышло, я видела, что она начала рожать. Ну, к ним во двор зайти нельзя, там пять собак. То есть она рожала вот рядом с этими собаками и все вот так? Видела, что она и слышала, она командовала. Андрюша, лопату. Сначала он ребеночка забрал, забрал. То есть Андрей принимал роды? Да, она его вызвала, он спал, она его вызвала. Это правда, что ты принимал роды? Скажите, пожалуйста, там вот где... Нет, я их не принимал, она сама у себя принимала роды. Но это же ненормально в наше время рожать где-то в огороде, вместо того, чтобы пойти в больницу, наблюдаться у врачей и так далее. Это же и нонсенс какой-то, господа, это же ненормально. А такое ощущение, как будто бы у нас в 41-й год и человек рожает где-то в огороде. Я даже не подумала, что они ребенка хоронят. Я думала просто место. Раз она родила, ребеночка он занес в хату, положил дома. Потом выходит, она кричит, давай неси лопату, зарывать ребенка. Вы считаете, сейчас у них забрали детей, вы считаете, им нужно вернуть детей или... Да что вы, бог с вами, куда? У них нет никакого жилья. Андрей, кого они воспитают? Они голые боссы, люди дают им одежу. Одежу, постели, там у кого что лишнее. Но ты видел, как Андрей ухаживает за ней, носит на руках, делает массаж, ну что он не сможет... Он дорвался, он просто дорвался до женщины, вот он дорвался, он с ней. Я первый раз за ней ухаживаю, у меня на сколько уже там было мужей, там по очереди, если никто там не спал. И меня заставляла, она меня взяла, пошла водку, начала меня поить, чтобы я с ними спала. Да, по 30 рублей, чтобы ей давать, чтобы она сидит, а я должна за проституцией работать. Она заставляла меня, Андрей, там люди все знают. Сейчас еще одна короткая реклама далее в нашей программе. И почему местная власть два года не обращала на этот опасный союз юного подростка и взрослой опытной женщины. Парту рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» сегодня в центре внимания необычный союз. 15-летний подросток Андрей Джанзаков и 38-летняя Марина Гуденко из города Шахты Ростовской области. Они вместе уже два с половиной года и за это время у них появилось двое детей. Дочь Валерия, они назвали ее в честь певицы, и сын Александр. Счастье молодой семьи, как они утверждают, разрушили социальные службы. Они забрали у них детей. Во время рекламы к нам присоединилась Елена Алексеевна Гребнюк, еще одна соседка по совместительству. Она работает в социальных службах. Здравствуйте. Как вы относитесь к этой необычной паре с такой разницей в возрасте? Ну, вообще был шок, конечно. Но потом, правильно, как говорили наши соседи, цыганские, мы не знаем их обычаи, поэтому отнеслись. Да какие тут цыгане, о чем вы говорите? Тут им близко надухнет. Что мы румачи, сарф? Хорошо, мы не знали. Все говорили, что они цыгане, поэтому... Они даже не разговаривают ни по цыганске, ничего. То здесь, господа, цыганскому ничего нет. Андрей, бросаю! Давайте депутата городской думы города Шахты Екатерину Петровну Стенякину. Имеет ли право на существование этой семьи в их городе? Пригласим в нашу студию. Приезжай в Москву, здесь 38-летних, не пьющих, очень много. Вот я сейчас отследила всю историю того, что здесь происходит, конечно, я в глубоком шоке. И, вы знаете, вот я сейчас сидела и анализировала, ведь даже животные следят за своим потомством и выращивают свое потомство. Что мы здесь видим? Я даже не затрудняюсь сказать. То есть, понимаете, даже обычные примитивные инстинкты, кроме сексуальных инстинктов, они отсутствуют. Но с ней все понятно. Почему не прореагировали органы власти? Ну, все-таки сейчас, Екатерина, такие серьезные заявления. Да, дочь говорит, что этот мужчина ее насиловал, он на свободе. Мы знаем, что мальчик совращен, да, ему по хорошему счету нужно учиться. Что город сегодня может предложить, чтобы, скажем так, разрушить этот узел огромных проблем? Мне без разницы, кто здесь что говорит, мне без разницы. Но я хочу вернуть своих детей. Я хочу лучше теперь, чтобы ты выучился и чтобы ты встретил настоящую девчонку. Мне без разницы, что ее сестра говорит. Я же вам говорила, что они не слышат. Но если ее сестра против ее, свою дочку, ее дочку, против нее направила, я хочу просто своих детей вернуть. Мне без разницы. Послушайте, Андрей, возможно. жена. Андрей, а куда ты вернешь? Хочешь вернуть своих детей в нищету? Естественно, дети не могут быть возвращены в эту семью, и никакие органы опеки этого не позволят. Я так понимаю, что у нас есть правоохранительные органы, органы опеки отреагировали сразу же, как только эта история стала понятна. То есть, как только Марину отвезли в больницу, стало известно, что одного ребенка они закопали. То есть, понимаете, когда кто-то не учится, мы даже не можем учесть этих детей, если они не обращаются в больницу и рожают дома в огороде. Вот, спасибо большое соседям, которые обратились просто. И хотя бы два ребенка удалось спасти. Ну, согласитесь, что на лицо состав преступления. Мама, которая запускает домой 38-летнюю женщину, ей нравится, что она зашла и живет. Как депутат городской думы я сделаю все, которые возможны от меня запросы в правоохранительные органы, и чтобы эти преступления ни в коем случае... Про Костя тоже не забудем. Чтобы эти все преступления ни в коем случае нигде не замылились, и чтобы все были наказаны. Что касается... Что касается детей, что касается... Стой, сейчас будет, зачем будет велика счастья? Камни еще, хорошо, что камней нету. Закидали бы насмерть эту женщину бедную вообще. А вы бы все посадили вообще тут. В тюрьму. Если бы по вашим законам все жили, никого бы в этой студии не было. Да были бы все. Ну, девочку насиловали. Девочка не будет... Да ее жизнь накажет. Жизнь накажет ее. У тебя наказала. Слушай, ты понимаешь, вопрос просто, веришь или не веришь. Вот я не верю им. Я верю в любовь. Может быть, 20-летний парень, там, 38-летняя женщина. Это возможно. Уйдет год, два, пять лет назад. Андрей уйдет к другой. И что с ней станет? Уйдет к другой. А дети куда денутся? Уже два ребенка. Дети в интернате будут. Потом он, когда достигнет совершеннолетия, он заберет своих детей. Вот и все. Что-то вы считаете здесь, сколько, скажем так, статей, которые вы сегодня услышали? Ну, как минимум, здесь совращение несовершеннолетнего. И я очень надеюсь, что все-таки наказание будет понесено. По одной простой причине. Не потому, что я жажду крови этой женщины. А потому, что общество, Степан, и вы тоже, должны понять, что существует одно самое главное, неприкосновенное. Это детство. И какими бы красивыми речами мы не пытались оправдать, любовью, романтикой и так далее, но совращать 13-летнего ребенка не только противозаконно, но и аморально. Этого делать нельзя. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Ты очень молод. Соседка говорит, и я вижу, что ты очень хороший парень. Возьмись за ум. Ты сможешь закончить школу экстерном. Закончи училище. У тебя все впереди. С твоей внешностью и с твоей добротой половина этих женщин в зале будут сегодня с тобой вечером. Понимаешь? Береги себя и своих близких. До свидания. На этой фотографии молодой африканец Мануэль Суарес со своей возлюбленной Витой Шуляк. В 80-м году он приехал в Советский Союз учиться на инженера и постречал любовь всей своей жизни. А на этой фотографии молодая украинка с детьми от африканского студента. Мануэль бросил их сразу после того, как закончил университет. Не выдержав предательства возлюбленного, Вита бросилась под поезд. Семилетний Илона и четырехлетний Морис остались сиротами. Их отправили в разные интернаты и после этого брат с сестрой больше никогда не виделись. Хочу, чтобы моя семья была рядом с ним. Чтобы у меня появилась семья, которую я мечтал всю жизнь. Хочу, чтобы они были рядом. Мы провели свое расследование и нашли потерявшихся родственников. Отец вернулся в Африку. Илона живет в Лиссабоне. Я встречусь со своим братом Морисом, которого я не видела 25 лет. А Мориса мы нашли в Москве. Вообще хотелось бы увидеть сестру. И вообще я мечтаю о том, чтобы она была рядом со мной. В нашем следующем эфире вся семья Мануэля Суареса воссоединиться. Его дети впервые за 25 лет увидят своего отца. И зададут ему единственный вопрос, который мучил их все эти годы. Почему папа их бросил?